Призвание брать чужое. В Перми пошли под суд домушники. Двое жителей краевой столицы раз за разом обчищали чужие квартиры. Криминальный тандем взяли с поличной в конце прошлого года. Тогда они обчистили одну из квартир в Свердловском районе. Подробнее об этой истории расскажет Елена Иговцева. И вот здесь лежали, вот в этой коробочке. Знатные мастера отличить дорогие ювелирные изделия от простой бижутерии. Но свои навыки оба использовали отнюдь не в магазине драгоценностей и не в ломбарде. Ударились в воровской промысел. Поймали их после незаконного посещения одной из квартир на улице Клары Цеткин. Из нее злоумышленники унесли украшений на общую сумму порядка 20 тысяч рублей. При себе незваные гости имели универсальные ключи от домофонов, наборы отмычек. В общем, сообщников задержали с поличным, но они упорно отрицали свою вину. Вы мне подкидываете что-то, как мне спорить? Так вот этого не должно у меня ничего быть. Передвигались по городу на личном авто. Выбирали жилища тех пермяков, что по обеспечению. Работали преимущественно днем. Предпочтение отдавали квартирам, в дверях которых были установлены определенного рода замки. С ними домушники справлялись ловко и быстро. В суде удалось доказать причастность криминального дуэта к пяти преступлениям. Каста квартирных воров, она отличается тем, что это достаточно закрытые люди. В нее входит определенный круг лиц, которых мало кто знает. Они малообщительны. О своем роде деятельности известно лишь единиц. Соответственно, сотрудничеством следствия они отказываются. Уход в несознанку – стандартная модель поведения квартирных воров. По словам оперативников, домушники ловко умеют маскироваться под простых законопослушных людей. Поэтому идеальный вариант – поймать таких деятелей с поличным. Известно, что ранее оба отбывали наказание за аналогичные преступления. Один из них освободился из-за решетки около четырех лет назад, второй – полгода. Теперь их снова будут судить по статье «Кража». Елена Иговцева, Телевизионная служба новостей.